Здравствуйте! В студии Кайжан Смогулов. Через несколько секунд начнется заседание Сената Парламента Казахстана. Депутаты сегодня рассмотрят только один документ, законопроект о ратификации соглашения в учреждении Евразийской перестраховочной кампании. Далее сенаторы зачитают свои депутатские запросы. Надеюсь, что обсудить важность этого документа мне помогут мои гости. Позвольте их представить. Член Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента Республики Казахстан, ПХД по экономике Айнур Амирбекова. Доброе утро! Доброе утро! А также эксперт по вопросам промышленности, ДБХ, член Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента Республики Казахстан, Тельман Шуриев. Доброе утро! Ну что ж, буквально уже считанные секунды остались до начала трансляции. Может быть успею пару слов сказать для наших зрителей, потому что когда я готовился к эфиру, выяснил, ну для себя во всяком случае, уясню, что перестрахование это, ну скажем так, такой процесс, когда одна страховая компания берет на себя часть рисков и, ну соответственно, вознаграждений другой страховой компании. Вот зачем это нужно во внешнеэкономической деятельности? Какую роль играет? И вообще, какие, каковы у нас в Казахстане результаты и тенденции во внешней торговле? Я думаю, вот обо всем этом в том числе мы поговорим, значит, и давайте как раз-таки перейдем в Сенат. Казахстан Казахстан Натиресіндек раңга шығарыныздар Күн тәртібі бектілді. Курмет арпыстыр! Күн тәртібіндегі мәселе Евразиялық қайта сақтандыру компаниясын күру туралы келісімді, ратификациялу туралы занды қарау жөнінде. Зан бойнша, байандыма жасаушен, сөз, экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің хатшысы Шайдаров Серік Жаман Колына верледі. Зан бойнша, байандыма жасаушен, сөз, экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің хатшысы Шайдаров Серік Жаман Колына верледі. Зан бойнша, байандыма жасаушен, сөз, экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің хатшысы Шайдаров Серік Жаман Колына верледі. Зан бойнша, байандыма жасаушен, сөз, экономикалық даму және кәсіпкерлік комитетінің хатшысы Шайдаров Серік Жаман Колына верледі. Зан бойнша, байандыма жасаушен, сөз, экономикалық даму және кәсіпкерлік комитетінің хатшысы Шайдаров Серік Жаман Колына верледі. Зан бойнша, байандыма жасаушен, сөз, экономикалық даму және кәсіпкерлік комитетінің хатшысы Шайдаров Серік Жаман Колына верледі. Зан бойнша, байандыма жасаушен, сөз, экономикалық даму және кәсіпкерлік комитетінің хатшысы Шайдаров Серік Жаман Колына верледі. Зан бойнша, сенаттың тұрақты комитеттерінен ескертілермен ұсыныстар келіпіскен жоқ. Құрметті әртпестер, жоғарда байандалғанды ескере отырып, экономикалық саясат инновациялы даму және кәсіпкерлік комитеті Қазақстан Республикасы Конституциясы 61-ші бабының 4-ші тармағына сәйкес, Евразиялық қайта сақтандыру кампаниясын құру туралы кересімді ратификациялау туралы заңын мақылдауды ұсынады. Рахметті. Рахметті. Әртпестер, заң бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат Қадырбек Мұрат Бұлатылына берледі. Рахметті, мөлің сағатқанылы. Менің сұрағым сауда және интеграция министерлігінің өкіліне атыналады. Заңды қабылдау салдарының болжамдарына сәйкес, келісімді ратификациялау елдің еуразиялық экономикалық одақтың қатысалушы елдерімен сауда экономикалық байланыстарын ода нары дамытуға ақпал ететін болады. Бұдан басқа сақтандыру нарығын ынталандыру жолымен отандық таварларды жұмыстарымен көрсетілетін қызметтерді өндіруімен жетелдік нарықтарға эксперттаудың өсуі болжаналады. Осыған байланысты менің сұрағым, бірінші, еуразиялық қайта сақтандыру компаниясын құру сұртқы экономикалық қызметпен айналысатын кәсіпкерлік субектілер үшін кредиттік ресурстардың қол жетінділгіне сондаяқ қатысушы елдің инвестициялық тартымдылығына әсер етемі. Екінші сұрақ, еуразиялық қайта сақтандыру компанияларын құру үшін мемлекеттік бюджеттен жасалатын шығыстарды өтеу мәселесіне қатысты есептеулер жүргізілді ме? Рахмет, Саудажан Интеграция Вице-министера Түребаев Қайрат Калмухамед ұлы жауап берініс? Рахметті Маулен Сағатқан ұлық, Рахметті Мурат Бұлатулы, е әрине бұл санадық, қандай әсері тегізетін, негізгі мәселе бұл Қазақстан Республикасының экспорттың ұлғайту, атап айтыққанда қазіргі кезде барлық экспорттық операциялар қазақ экспорт компаниясы мен сақталындырлады, және қазіргі кезде көбінесе мысыл экспортқа шығарған кезде компаниялар осы қазақ экспорттың инструменттерімен қолданады. Негізі қазақ экспорттың инструменттері шектеулі қаржы бойынша, сондықтан осы компания өзінің тәуекелдерін басқа компанияларды қайта сақтандырып отыр. Атау айтыққанда қалғаралық компаниялар, мысалы, Англия, Швейцария, және басқа да мемлекеттерде. Дегенмен, бұл компаниялар Ресейге тасмалданатын таварларды сақтандыруға бастартып отыр. Ресей мен Украиның соғысы басталғаннан кейін. Сондықтан осы қазақ экспорттың компаниясының 40%-дай тәуекелді қазіргі кезде өзінде отыр. Бұл 40% тәуекелі Ресей федерациясымен байланысты. Сондықтан осы тәуекелді қайта сақтандыру мақсатында осы компания құрлып жатыр. Және Ресей мен Беларусия мен сауданы ұлғайту үшін. Енді осы әліметтік мәселеге келетін осақ, қайта сақтандыру Ресей мен Беларусияға қолданатын болады. Және өзі әкспортавшы қампаняларды әкономикалық жақдайна жақсы осы әсеттік зеде. Итак, депутаты Сената обсуждают, собственно, документ. Напомню, речь идет о ратификации соглашения в учреждении Евразийской перестраховочной компании. Что это такое, для чего это необходимо и как это будет работать? Вот об этом я хотел бы поговорить сегодня с моими экспертами. Итак, госпожа Амербекова, давайте попробуем, я вот вначале, так сказать, своими словами как-то попытался сформулировать то, что прочитал перед эфиром. Ну, не знаю, насколько верно или неверно. Давайте еще раз попробуем объяснить уже с точки зрения профессионала, да, что такое перестрахование, чем может и будет заниматься эта самая евразийская перестраховочная компания, и почему это важно, что надо ратифицировать целый вот документ. Спасибо. Ну, применение совместных мер поддержки в рамках Евразес было закрепелено статьей 41 договору ОЕС и в стратегическом направлении развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. И тем самым вот этот инструмент, он был внедрен, сейчас мы вот ратифицируем данное соглашение. Для чего это нужно? Именно для разделения рисков по страховке. Как вы знаете, в Казахстане страховкой занимается казахэкспорт именно во внешней торговой деятельности. И для того, чтобы разделить эти риски, связанные с международной торговлей, необходимый инструмент – это перестрахование. Перестрахование можно, в принципе, осуществить с привлечением частных компаний, либо иностранных компаний, но проблема в том, что это дорого. И есть ограничения по срокам. Поэтому странам Евразийского было принято решение создать наднациональную компанию по перестрахованию торговых потоков в рамках Евразийского. Что это даст? Это даст, конечно, увеличение портфеля именно компании, дальше увеличение товарооборота и привлечение инвестиций. И, как вы знаете, казахэкспорт сейчас, как бы, портфель рисков растет. Вот. Компания страхует не только контракты, связанные с краткосрочными экспортными контрактами, но и занимается и торговым финансированием, также увеличением производства выхода на экспорт. Для этого нужно расширить именно портфель рисков. Что нужно? Это можно сделать, во-первых, увеличение собственного капитала, либо, во-вторых, привлечение государственных гарантий, либо использовать инструмент перестрахования. Вот для этого нужно... Я правильно понимаю, что казахстанские экспортеры, скажем, в будущем выходя на внешние рынки, они, если, так сказать, прибегают к... Будут прибегать к услугам этой самой перестраховочной компании, они, как бы, будут немножко спокойнее, да? Что, так сказать, меньше рисков, меньше потерь и так далее. Да. Тем не менее, насколько я понял, значит, Казахстан в уставную долю, в уставной капитал вкладывает свою долю в 20%, это порядка 17 миллиардов тенге. С точки зрения общих объемов внешнеэкономической деятельности нашей страны, а за прошлый год, если я не ошибаюсь, у нас составил 134,5 миллиарда аж долларов, причем, получается, сумма не такая уж и большая. Да, сумма не большая, да. Поэтому хороший инструмент, нужно пользоваться этим инструментом. И, как бы, указанность... Скорее точечный такой, да? Ну, да, это точечный инструмент, это мировая практика. Просто нужно оповещать об этом, бизнес должен знать. Казахстанский бизнес активно пользуется сейчас торговым финансированием и инструментом страхования, поэтому это хорошая дополнительная возможность. Согласен, согласен. Господь Шуриев, с какими рисками чаще всего могут сталкиваться, ну, скажем так, субъекты внешнеэкономической деятельности, экспортеры, импортеры? Ну, по поводу импортеров, наверное, это как бы более проще, скажем так. Наверное, больше, наверное, все-таки для экспортеров этот инструмент, мне кажется, был бы востребован. Но, причем, мне кажется, что даже для экспортеров переработанной какой-то продукции, то есть, скорее всего, экспортеров сырья, там, нефть, металлы, газ и так далее, скорее всего, уже налаженные схемы, контакты и так далее. Вот если компания выходит впервые с каким-то товаром высокого передела, наверное, это ей понадобится. А с какими рисками она может столкнуться? Ну, в целом, если посмотреть на экспортеров, да, какие риски. Риски обычно бывают как геополитические, в целом, по логистике очень большие проблемы бывают, часто мы встречаемся. Но, вместе с тем, наверное, скорее всего, надо акцент ставить на политических. И вот почему этот законопроект в настоящее время рассматривается, с точки зрения, конечно, наверное, нивелирования рисков экспортеров. И мы должны это понимать. Чтобы государства между собой заключили соглашение, что мы играем по одним правилам. Конечно, да. Потому что сейчас экспортеры больше всего подвержены определенным рискам с точки зрения бизнеса. И определенные вот эти инструменты, они нам, конечно же, позволят для бизнеса минимизировать вот эти вот определенные риски для бизнеса, касающиеся. Ну, вот госпожа Амирбекова сказала, что подобная практика в мире является достаточно стандартной, такой распространенной, обыденной. Да, насколько я понимаю, сами по себе правила страхования в мире, они везде одинаковые, да? Или есть все-таки разница, так сказать, между разными странами? Наверное, скорее всего, этот вопрос больше ответит моя коллега. Госпожа Амирбекова? Да. Ну, везде в мире они, как бы, мировая практика, она одинаковая. То есть, в основном, что страхуются? Страхуются, это вот факторинговое страхование есть. Есть страхование экспортных контрактов, страхование экспортных кредитов. Есть вот эти, их где-то около 20, там, 18, там, позиций. Да, позиций. Поэтому у Казахэкспорта сейчас, на сегодняшний день, где-то 18 инструментов активно пользуются бизнесом. А все-таки тогда, господин Шуреев, с какими товарами мы, я имею в виду Казахстан, могли бы все-таки более активно выходить на внешние рынки? Особенно, если учесть, что глава государства поставил задачу развивать несырьевой экспорт. Я, во всяком случае, в последнее время несколько раз слышал о том, что там планируется запускать разного рода производства в разных концах страны. Но, опять же, если смотреть на те цифры, которые у нас есть по итогам прошлого года, сырьевые товары все еще превалируют. Да, совершенно верно. И, как вы правильно отметили, глава государства поставила именно задачу о необходимости увеличения именно продукции с высоко добавленной стоимости. Мы знаем, что 60% экспорта этого у нас составляет не тегазовая продукция. Мы должны от этого постепенно уходить. И, соответственно, большая часть, наверное, скорее всего, с моей точки зрения, наверное, надо развивать нефтехимию. Вы бы на это ставку сделали? Да, нефтехимия, углехимия. Это действительно тот большой потенциал Казахстана, где мы можем развивать то же самое развитие химической продукции. Сейчас многие компании нацелены в целом на развитие крупных и больших проектов, такие как Ашеран, Тенгиз. Есть много химических таких процессов, где можно именно высокую добавленную стоимость продукции выпускать. Соответственно, я бы ставил на акценты на нефтехимию и на углехимию. Смотрите, если учесть, что нефть, это не только бензин, мазут и так далее, но и разного рода пластики, разного рода полиэтилен, лекарства, даже удобрения, если я не ошибаюсь, там много чего. То, грубо говоря, во сколько раз, ну, понимаю, что в данном случае с точки зрения вас, как специалист по экономике, может быть, вопрос звучит несколько наивно, но тем не менее. Насколько кратно может быть, хотя бы ориентировочно, может прибыль быть выше, чем просто от поставки сырой нефти? 15 раз. Уже высчитано. Ну, это по нефтехимии где-то около 15-20 раз, в зависимости от вида химических продукций. То есть мы, получается, да, каждый раз отправляя тонну нефти за рубеж, мы теряем огромные деньги. Упущенная выгода. Упущенная выгода. На самом деле, мы знаем, что в Казахстане проблема с логистикой, длинная логистика. И производить, знаете, низкопереработанную продукцию по более низкой цены невыгодно. Для этого, для дорогой логистики нам нужно производить высокотехнологичные. Да, высокотехнологичные. Что я наблюдаю именно в экспортной политике? У нас есть все инструменты меры поддержки, финансовые, нефинансовые меры поддержки. Экосистема создана, ни в одной мере нет именно таких инструментов. Причем проблема экспортной корзины, она низкая, она маленькая. В ней диверсифицирована. Очень простая экспортная корзина. Нам нечего экспортировать. Поэтому нужно расширять ассортимент экспорта, производить более переработанную продукцию. Акцент делать на обрабатывающей промышленности. Конечно, здесь большая работа должна быть сделана. Интеграция экспортной политики с индустриальной политикой и, конечно, инновационной политикой. А вы думаете, наши внешнеэкономические партнеры крупные, Россия, Китай и так далее, куда у нас еще нефть, Европа, заинтересованы в развитии у нас собственной нефтехимии? Или все-таки им выгоднее от нас получать этот товар именно в виде сырья? Все это предмет переговоров. То есть, если правильно вести переговоры, правильно поставить задачу по локализации, по передаче технологий, знания, все можно достичь. Но, тем не менее, развитие собственной нефтехимии, это еще и достаточно большие, мне кажется, вложения, инвестиции в инфраструктуру. То есть, построить нефтеперерабатывающий завод, это все-таки достаточно дорогое удовольствие. Как вы думаете, сколько времени у нас есть и вообще есть ли у нас это время? Время есть всегда. Где-то в течение 10 лет можно построить целые отрасли. Только нужно комплексно подойти, все госорганы должны совместно работать и вести диалог, конструктивный диалог с нашими инвесторами и привлечь деньги, построить эти заводы и инфраструктуру. Я еще добавлю, Министерство энергетики и Министерство промышленности проделывают большую работу по привлечению инвестиций. Также отмечается работа национальной компании «Казахинвест». Вы задали вопрос относительно, есть ли другим государством участвовать, есть ли резонда какой-либо для развития, если в Казахстане это будет проводиться. Я вам скажу, что многие инвесторы заинтересованы развить именно внутреннюю в Казахстане. Тот же самый, допустим, нефтехимия, компания «Сибург», российская компания «Сибург» совместно с «Казмегазом» хотят развивать именно нефтехимию. И это как раз-таки польза, как говорят в международном тренде, win-win, когда все выигрыши. И тем самым именно привлечение инвестиций и развитие совместных проектов, оно как раз-таки дает пользу всем странам. Соответственно, нельзя говорить только, что это для Казахстана будет выгодно, это будет выгодно для всех участников реализации, которые реализуют этот проект. Ну, согласен, да. Но с другой стороны, многие, во всяком случае, я об этом читал, многие эксперты по вопросам мировой экономики говорят, что возможно, возможно, мир стоит на пороге новой рецессии. И, ну, во всяком случае, такие признаки есть, да. Насколько все-таки логично, оправданно, разумно вкладывать большие деньги в новые широкомасштабные проекты, если, возможно, спрос в мире на высокотехнологичные товары, в том числе товары нефтехимии и высокой переработки, может в будущем снизиться? Конечно, возможно, снизиться. Риски есть. Риски есть. Но мы должны еще понимать, что есть потребность людей в продовольственных, непродовольственных продукциях. О них тоже не должны забывать. Безусловно, безусловно. Вот чем мне нравятся специалисты по экономике, всегда склонны смотреть в будущее с оптимизмом. И это хорошо. Давайте вернемся в стены. Да, давайте продолжим обсуждение. Хорошо. Господин Шуриев, по-моему, было ощущение, что вы хотели что-то добавить. Да, я хотел еще отметить направление редкоземельных металлов и горной индустрии. Глава государства в своем последнем послании отметил о необходимости развития редкоземельных металлов, горной продукции. Потому что сейчас идет большой бум именно с развитием направления зеленой экономики. Больше всего, конечно, вырастает спрос на элементы редкоземельных металлов. Потому что, насколько я помню, они используются в электромобилях. Аэрокосмические, автомобилях. И в целом все наши действия, даже самые мобильные наши телефоны, которые мы используем, это, конечно же, элементы редкоземельных металлов. И вот я хотел бы это добавить, что у нас есть большой потенциал. Потому что мы знаем, что там на первом месте будет Китай, но вместе с тем у Казахстана есть тоже большой потенциал в этом направлении. И многие инвесторы как раз таки, разговаривая с инвесторами, многие инвесторы как раз таки заинтересованы больше сейчас редкоземельными металлов и горной продукцией. Соответственно, у нас есть большой потенциал для развития как раз экспортного продукции. И это хорошо. Отлично. Давайте вернемся в стены Сената парламента и послушаем, что там происходит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... непосредственно занимающейся экологией и в частности вопросами озеленения и охраны окружающей среды. Сегодня Казахстан относится к малолесным государствам. Общая площадь государственного лесного фонда составляет 30 миллионов гектаров и занимает 11% территории. Согласно поручению президента, озеленение территорий и создание новых лесных массивов входит число приоритетных задач. Глава государства поручил до 2025 года по всей стране высадить 2 миллиарда деревьев. Так, в 2021 году было высажено 138 миллионов деревьев, в 2022 году 280 миллионов штук и в текущем году запланировано высадить 409 миллионов деревьев. Проводимая работа по озеленению признана недостаточной и требует повышения темпов запланированных работ. Существует ряд проблем по проживаемости саженцев, дальнейшему качественному сопровождению, системы полива, обработки, удобрению, что и приводит к гибели деревьев. Согласно данным, проживаемость саженцев составляет 70%. Возникает вопрос, так ли это на самом деле? Получается, что почти каждое третье дерево не проживается. На выращивание крупномерного саженца уходит минимум 2-3 года. Его стоимость составляет около 10-12 тысяч тенге. Таким образом, из 409 миллионов как минимум не приживутся 120 миллионов саженцев. При том, что на посадку саженцев на 2023 год было запланировано 12,8 миллиардов тенге. Это однозначно огромные потери для бюджета страны и неэффективно использования бюджетных средств. В связи с низкой проживаемостью хвойных деревьев считаем необходимым рассмотреть возможность посадки других видов деревьев, более подходящих к климату и почве города Астаны. Соответственно, нужно предметно пересмотреть высадку деревьев по показателям проживаемости и других регионов нашей страны. Потери бюджета нужно минимизировать. Почему не ведется контроль и анализ проживаемости, не устанавливаются современные системы мониторинга, ухаживания и поливки растений? И где ответственность за неэффективные расходы бюджетных средств? Наряду с этим остро стоит вопрос по вырубке деревьев, умышленным поджогам, пожарам, а также незаконном захвате и использовании лесов, застройке домов и прочих сооружений на территории лесных массивов, что негативно отражается на окружающей среде. В этой связи одним из основных инструментов мониторинга и контроля за лесами и лесопосадками считаем необходимым. Пересмотреть подходы по выращиванию растений и деревьев, а также за их последующим уходом. Закрепить за подрядными организациями, обеспечивающей высадкой саженцев, обязательное дальнейшее обслуживание и мониторинг состояния деревьев с предоставлением отчетов. Эти условия необходимо прописать в договоре на оказание услуг с пометкой об ответственности за их неисполнение. Укрепить экологические ценности в обществе, беречь природу, усилить экологическое воспитание подрастающего поколения в школах и вузах. Провести комиссионный контроль, проинспектировать все здания и сооружения в лесах и курортных зонах. Законодательно защитить национальные парки и другие природные богатства Казахстана. Усилить ответственность за нарушения, поднять штрафы за незаконную вырук по деревьям, умышленным пожарам в лесах. Несанкционированные постройки, здания и сооружения и другие нарушения, наносящие вред окружающей среде. Считаем, что решение вышеуказанных вопросов позволит более эффективно использовать бюджетные средства, а также будет способствовать улучшению климата и экологической обстановки в стране. Уважаемый Ирланд Нуралевич, просим вас предоставить ответ предусмотрен в законном сроке. С уважением, депутаты Бекенов, Перепечина, Карплюк, Орынбеков, Жанусы. Рахмет. Рахмет. Сөз депутат Шиповских, Геннадия Геннадьевич Кеверледа. Рахмет, хормет, Маулен Саатхан. Лоббизын депутаттық сауалымыз, премьер-министрының бірнші орынбасары Роман Василийсклерға жолданады. Хормет Роман Василийчик, еліміздегі логистика саласы экономикамыздың басты бақыттарыны бір бопыт табылады. Оның ішінде ақты көлек, әует, темір жолдары, жүк тасымал және тағыда басқалар бар. Жалып логистиканың барлық түрі мемлекетіміздің дамуында айрықшар өлет қаратыны сөзсіз. Тіпті жақында сол салана одан әрі дамытуы мақсатында көлек меністілгіде құрылды. Мемлекет башысы Қасымжамат Кемел Лотоқаев Қазақстан қалқына жолдауларында өнемі еңбек адамына ерекше мән береді. Себебі еңбек адамы еліміздің ұлттық экономикасында аса маңызды орын алатына сөзсіз. Осыған байланысты біз мұна мәселеге тоқталғымыз келеді. Қазақстан темы жолы ұлттық компаниясында Қарапайым жол жөндеушілерден бастап офистегі түрлі клерктермен башлық дейсеттегенде 140 мұнға жол қадам жұмышы сайды. Мұндағы вагон құрастырушысы жол жөндеушысы байланысты және белгі беру мамандары сында тағыда баста Қарапайым жұмышылардың әлеметтік мәселер ерекше алаңдатады. Піріншіден бұл жалақы мәселесі. Көлек министрілігінің ақпаратыны сайкес ең төменгі санаттағы байланысты және белгі беру мамандарының жалақыса Қтебеде 382 мүмк тенгені құрайды екен. Қызұртта 354 мүмк тенгені құраса, ең төменгі санаттағы жол жөндеушінің жалақыса Абай облысында 280 мүмк тенгені құрайды екен. Алпавлодар облысында 280 мүмк тенгені құрайды екен. Біз қайсына сенеміз, әрине қалқтың ақпаратына сенеміз олшындық. Жалпы, Қазақстан теміржолтық компаниясының соң үш жылдық табысы 263 млрд 248 млн тенгені құрау отыр. Ал 2023 жылғы Алтайдың ішінде 108 млрд 250 млн тенгені құрау отыр екен. Біздің ғоймышша, мұндай табыс пен теміржол саласында қыстың көзі қырауыда, жаздың күні ұстықта, далада жұмысат қарып, жүрген қарапай мамандығы елерінің жалақысыны көтеруге болатыны сөзсіз. Екіншіден, қозғау талабедетін мәселе жоғарда талған қарапайым жұмысшыларын зенет жасы. Өздеріңіз өлем көріңіздер, 63-ке келіп, пайғамбар жасына керіп, күнінің ұстық пен суғына ашыдап, шойын жолдың темірін ұстап, поездарды құрастырып, инфрақұрылым жөнде оңайма, әрине оңайға соқпайты деген ойдамыз. Алайда бұл мәселенің шеші жолдарын табуға болатында сөзсіз. Мәселен, Қазақстан темір ұлтық компаниясында жұмысшасап жүрген локомотивтік бригадылар, яғни локомотив машинист және көмекшісі, мекеме арқылы корпоративтік келісін құрып, үліжет жастан өздерінің қалау бойыншы салауық зенетке шығалады. Ал 600 жасқа келгенде мемлекет күзенетке көшеді. Қарапайым жұмысш мамандық елерінде зенет жасы мәселесінде ғосында екеліктер арқылы шешуге әбден мүмкіндіңіз бар деп айтым кереді. Үшінші рен, маңызды бұлқтардың бірі бұл темір ұшылардың тұрғыны мәселесі. Мемлекеттік қызметте қаруылы күштерде болсын яумасы басқа санаттағы жұмысшыларда жерген азаматтар үшін арнайы тұрғыны бағдырамалары қарастырылған. Ал 140 мұнға жұл қызметкері бар Қазақстан темір ұлтық компаниясының қарапайым жұмысшылар үшін өңірлерді арнайы тұрғыны бағдырамалары қарастырылмаған. Бұл нағыз парадокс, егерде бұл мәселе 16 мұн табатын болса, қаншама отбасы бақытқа бөленіп, баспаналы болар еді. Құрмет Тараман Василич, оғарда ғатылған мәселерді ескере отырып, келесіні ұсынғамыз кереді өзіңізге. Біріншіден, Қазақстан темір ұлтық компаниясының жылдық табысын, мемлекет тарапынан берілетін субсидияны және инфляцияны ескере отырып, темір ұл саласының қарапайым жұмысшыларының жалақысын көтер өді ұсынымыз. Екіншіден, темір ұл саласындағы қарапайым жұмысшыларға корпоративті келісім немесе басқаша кетіктерді қарастыра отырып, 25 немесе 27 жастан сенетке шығаруды. Және де үшіншіден, темір ұл қызметкерлеріне арналған тұрғыны бадырламаларын құруды. Сондаяқ бадырламаның кетіктерін барлық өңірлерге еңгізіп, шерліктат қарушы ғорғындарымен нақт алгоритмін жасауды. Депутаттық сауалға заңыда көрсетілген мерзінде жазбашап түрде жауап беруіңізді сұраймыз. Күрметпен Шипаскиқ, Больгерт, Кузеев, Ниязова, Сатывалдеев. Рахмет. Итак, депутаты сенаты парламента приступили к зачитыванеу своих запросов. Первый из них, который озвучил сенатор Нурлан Бекенов, касался тех вопросов, проблем, которые у нас связаны с лесами в Казахстане. В этой связи, господин Шуриф, мы помним те самые огромные лесные пожары, которые нанесли ущерб лесному массиву страны, которые и так на самом деле у нас в Казахстане, насколько я понимаю, не так уж и много. Сенатор, мне кажется, поставил достаточно резонные вопросы. На ваш взгляд, в чем все-таки заключаются главные проблемы, которые необходимо решать, и что здесь надо в первую очередь делать? Спасибо. Господин Бекенов задал правильный запрос, потому что вопрос лесного хозяйства действительно находится на таком, наверное, небольшом фокусе в сфере экологии. Он отметил о том, что 70% из всех 100% насаждения лесного фонда только 70% приживается, то есть на новые мы говорим. А 30% они погибают. Погибают почему? Потому что неэффективный процесс выстроя. То есть это первое, это же потраченные деньги. На каждое дерево ты тратишь определенную сумму. Там 10, 12 тысяч денег. Если мы амхойные и какие-то деревья сажаем, то, соответственно, это определенная сумма. Если от этого 30% не приживается, то, соответственно, потеря идет как со стороны экономического, так и со стороны экологического воздействия. То есть мы знаем, что Казахстан занимает по выбросам парниковых газов 28 место в мире, потому что наше производство считается углевородоемким. И, соответственно, одним из главных инструментов по снижению выбросов парниковых газов это, конечно же, лесное насаждение. То есть помимо, сейчас вот в депутатском запросе было отмечены экономические стороны, большую часть, но если посмотреть через призму глобального направления, то это, конечно же, экологически. Мы знаем, что некоторые, многие промышленные компании в свете соглашения, международного соглашения о достижении углевородной нейтральности поставили цель снизить выбросы, там, СО2, метана. Соответственно, многие промышленные компании, как один из инструментов, будут вкладывать большие инвестиции в лесное насаждение. Если у нас в настоящее время есть процессы неэффективного насаждения, то есть уже при текущих государственных денежных средствах, мы получаем вот такой коэффициент, 30% это существенно. По сути мы их в землю закапываем, просто эти деньги. А в связи с тем, что у нас будет развиваться стратегия низкого угрозного развития, эта сумма будет только возрастать, и обязательства природопользования, они будут тоже увеличиваться. Вот в некоторых компаниях, в стратегиях, там, в предприятии Национальный фонд Самрук Казна ставится до 2030-40-го года о том, что будет, там, вкладываться порядка, там, до 40 миллиардов тенге, до 30 миллиардов тенге. Это, ну, большая сумма. Это только предприятия нам, фонда Самрук Казна, а есть другие горные предприятия. Соответственно, если это все аккумулирует до 2040-го года, то мы, и поставить тот самый процесс, который сейчас, то в совокупности это огромные деньги с точки зрения потери экономически. И второе, это, то есть, меньшее поглощение углерода. И, соответственно, есть такая международная практика, как международные офсеты. То есть, компания, которая не хочет тратить время и деньги на то, чтобы сами наслаждать, они покупают вот эти сертификаты, которые, там, в другом, там, в Бразилии, грубо говоря, там, или в России, какая-то компания его, или государство наслаждает, и ты, тем самым, как бы, даешь определенный вклад в общее поглощение углеродного следа. Соответственно, зачем нам вкладывать это в другие страны, когда у нас, в принципе, мы можем это развивать и в Казахстане. Главное решить только вопрос эффективности, как раз-таки, этих насаждений. Совершенно верно. Первое, это эффективность. Второе, это уже с точки зрения более комплексного подхода к управлению лесным хозяйством. Потому что с каждым разом этот вопрос будет только усиленно подниматься. И тут нужны компетенции, тут нужна аналитика. И в целом, с точки зрения, будет вот этих инвестиций, которые будет некоторый горнодоблач и нефтегазовая компания выливать, надо это эффективно распределять. И с точки зрения экологии, как я говорю, и с точки зрения экономики. Ну, хорошо. Смотрите, когда речь идет о сохранности даже, да, имеющихся лесов, вот буквально, если я не ошибаюсь, на прошлой неделе в одном из эфиров дневной смены мы разговаривали с представителем Минэкологии, который как раз-таки из Комитета по лесному хозяйству. И он говорил, что мы для того, чтобы там на следующий год обеспечить, повысить, во всяком случае, эффективность, да, сохранения лесов, мы предусмотрели такие вещи, как там поднять зарплату лесника, да, там обеспечить их каким-то там необходимым оборудованием и так далее. Следом за ним выступает специалист по экологии, он говорит, ну, это все, конечно, очень здорово, хорошо, но очевидно, что этого недостаточно. Может быть, здесь необходимо вообще комплексно, системно пересмотреть просто-напросто подходы, да, вообще изменить парадигму восприятия и так далее. Поскольку вот только что депутат говорил о том, что есть ведь проблема не просто лесных пожаров, но и поджогов просто целенаправленно. То есть получается, что с одной стороны, когда государство предпринимает какие-то усилия для сохранения лесов, а с другой стороны, получается, у нас в стране присутствует какая-то, ну, я не знаю, не хотелось бы сгущать краски, но, может быть, все-таки действительно эти слухи достаточно оправданы, что есть какая-то лесная мафия, которая целенаправленно устраивает эти поджоги для того, чтобы потом по дешевке этот лес скупать и срубать. Совершенно верно, вы правильно отметили. Первая часть – это части государственного управления, части в целом построения эффективности. Второй вопрос как раз-таки вопрос человеческого отношения. То есть green mind, ну, в зарубежных странах говорят об этом, да, то есть зеленые мышцы, насколько человек, насколько зрел для того, чтобы относиться бережно к природным ресурсам. У нас, к сожалению, вы правильно отметили, есть такие моменты поджогов, и без того, как бы у нас лесов, грубо говоря, на Западе мы не часто увидим, да, а вот если, когда вот видишь такие поджоги, там, в северных частях, конечно же, душа изливается, особенно я сам выходя из Запада, у нас лесов очень мало, и когда я вижу, когда такой огромный объем лесов поджигается, то это уже отношение человеческого варварства, наверное, даже можно сказать. И тут, как я до этого отметил, нужна комплексная программа, комплексная программа, которая охватывает и изменение человеческого сознания, пользу биржного отношения. Сейчас вот меняется экономика, и вся тенденция, все международные отчеты говорят о том, что больше всего будет конкурентоспособны те страны, которые двигаются в направлении зеленой экономики. Они будут на плыву, и тем самым вот это зеленое нормирование, зеленые тренды, они будут давать большую главную роль в целом конкурентоспособности и развитии страны. Тем самым, а человеческое потребление, человеческое отношение играет существенную роль в этом направлении. Как с точки зрения предоставления каких-то рекомендаций, инструментов по совершенствованию в целом процесса госуправления, в том числе лесного хозяйства, так и с точки зрения человеческого отношения и бережного отношения во всех регионах нашей части. Вот, грубо говоря, я знаю на примере одну компанию промышленную, которая в Туркестанской области вложила определенную сумму, там порядка 10 миллиардов теги, для того, чтобы лесное насаждение в Туркестанской области это все сделать. За свои деньги? За свои деньги. Есть определенные контрактные обязательства, но вместе с тем, когда идет переговор между местным исполнительным органом и обязательством какой-то природопользователя, тем самым он договорится о том, что он хочет вложить в лесное насаждение порядка 10 миллиардов тенге. И практика показала, что процентов 50, наверное, выжило этих деревьев от того объема, который было заложено. Маловато, конечно. Да, и это надо отметить, что у каждого дерева есть свой определенный срок до 15, до 10 лет. Это не сиюминутные какие-то вещи. Даже когда измеряется поглощение парникового газа, измеряется именно его возраст. То есть, чтобы достичь какого-то определенного поглощения, то есть нужного для расчета, ты должен там 15 или 10 лет это все ожидать, конечно. Еще добавить можно, да? Только очень коротко, у нас буквально 30 секунд и фью осталось. Третий вопрос, наверное, все-таки это менеджмент. Вот менеджмент управления этими земельными ресурсами и касательно насаждения. Здесь очень простое решение. Международный стандарт. Оказывается, не 30 секунд, а 2 минуты. Так что можете развернуть от этого. Отлично. Международный стандарт. Просто государство, да, вот подвезут организациям, тем госорганам, которые занимаются этим вопросом, откройте международные конвенции стандартные. Не надо ничего придумывать. Ничего не надо придумывать. И примените этот опыт. Вот даже в Астане, когда мы смотрим, сажают деревья, что происходит. О, я это тоже видел. А нету системы полива. Вот. И проблема с бюджетированием. Нужно заложить всегда в систему полива. То есть ухаживание, выхаживание именно этими растениями. А это получается такой формальный подход. Конечно. Вы воркнули эту бедную елочку, а дальше то, что она там засохла, зажелтела, никого особо не волнует. Этот процесс мы прошли даже у себя дома, в принципе. И эффективно показывать капельное рошение, капельное как бы это, и все. Все деревья 100% будут, то есть расти на самом деле. Озеленение, там, газонопокрытие, да. Это проблема с городостроительством. Предусмотреть еще и вопрос ответственности. Конечно. То есть то же самое и для лесных насаждений, да, то же самое и для городских, да, городского озеленения. Большие штрафы для горожан, большие штрафы для менеджеров, то есть это для организаций, которые, компании, да, кто именно занимается этим вопросом, и, то есть вплоть до уголовной ответственности. Тогда будет, конечно, бережное отношение. Когда мы говорим, что бережное отношение со стороны людей, да, к горожан, это все-таки нужно их заставить. Не только просто объяснить, обучить, но все-таки законодательно заставить. Тогда будет комплексный, как бы, этот подход и будет результат. Так, я сегодня говорил, что экономисты – это оптимистичный народ, который смотрит с надеждой в будущее, но, оказывается, еще и жесткий народ, который готов требовать результат, невзирая на, так сказать, личности. Ну и это хорошо, это правильно, мне кажется. Так, сегодня обсудили и внешнеэкономическую деятельность, и вопросы страхования, и вопросы экологии, и вопросы ответственности в разного масштаба проектах. И все это – части нашей жизни. В любом случае, мне осталось только напомнить, что мы сегодня говорили с членом клуба молодых экспертов при Сенате Парламента Республики Казахстан, ПХД по экономике Айнур Амербековой. Огромное вам спасибо. Спасибо. И экспертам по вопросам промышленности, ДБЭ, членом клуба молодых экспертов при Сенате Парламента Республики Казахстан, Тельманом Шуреевым. Огромное спасибо. Ну а телеканал Хабар 24 продолжит свой эфир. Мы с вами увидимся, уважаемые зрители, в 16.15 в программе «Дневная смена». Не переключайтесь. Всего доброго.